Всем привет! Сегодня у меня на обзоре достаточно интересные умные часы от компании Amazfit, а именно GTR 2. Отслеживание здоровья, хранение и воспроизведение музыки. 14 дней работы от батареи это только маленький список плюсов данных часов. Использую я их уже практически 6 месяцев, изучил их полностью и мне есть что вам рассказать. Сегодня я вам расскажу свой опыт использования, а именно плюсы данных часов. Они достаточно интересны и многие люди сейчас их рассматривают к покупке, потому что уже вышли часы GTR 3 и эти немножко упали. Так вот, можно смело покупать. С вами канал Техноум, поехали! Амазfit GTR 2 имеет монолитный дизайн. Трехмерное стекло плавно перетекает в корпус часов. Данные часы выглядят действительно как классический вариант. Очень красивые элегантные часы. Вы не увидите практически стыка между стеклом и корпусом часов. Никаких границ благодаря безрамочному дизайну. Увеличилась полезная площадь экрана. Неповторимый внешний вид. Ведь действительно, часы очень и очень круто выглядят. Также хочу напомнить, что у меня спортивная модель. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а ремешок из силикона. Также есть классическая модель. Это уже чуть-чуть подороже решение. Ремешок изготовлен из натуральной кожи, а корпус из нержавеющей стали. Но стоит ли вам переплачивать, решайте сами. Для себя я считаю, что мне без каких-либо проблем подойдет именно спортивная модель данных часов. Смарт-часы от Huawei оснащены качественным AMOLED-экраном с разрешением 454 на 454 пикселей. Яркое и сочное отображение информации обеспечено в любых условиях. Для индивидуальной настройки гаджета предусмотрено многообразие циферблатов и виджетов. Если вы подумаете, что ну как эта компания Amazfit может предоставить нам много циферблатов. Более 10 тысяч циферблатов. Вы сможете, конечно же, найти свой циферблат, который вам подойдет. Это действительно очень удивляет. Также хочу напомнить, что вы сможете установить свое изображение в качестве циферблата. То есть некоторые люди прям в комментариях у меня спрашивают, а можно? Можно? Конечно же можно. Скачиваем фотографию вашего ребенка, ставим как циферблат и пользуемся без каких-либо проблем. Ну и куда же без Always On Display? Для просмотра времени не придется выполнять дополнительные действия. Ведь имеется функция всегда включенный дисплей. Достаточно поднять запястье. Есть очень интересная особенность данного Always On Display. Вы ставите циферблат. Впоследствии, когда включается всегда включенный дисплей, данный циферблат убирает несколько вот этих вкладок с циферблата. И появляются, например, одни стрелки, что очень интересно выглядит. Ну и, конечно же, контроль частоты сердечных сокращений. А MOSFIT GTR 2 обладает встроенным датчиком BioTracker 2 PPG. Что это за такой датчик? Да, это новый датчик от компании MOSFIT. Второе поколение данного датчика. Сказать, чтобы он измерял идеально? Ну, я так не скажу. Потому что у каждого датчика есть погрешность. Плюс и минус. С помощью данного датчика мы можем осуществлять мониторинг сердцебиения. Измерение показателей происходит круглосуточно. А в случае превышения допустимых значений, смарт-часы оповестят вас. Что очень удобно. То есть вам не нужно контролировать всегда этот показатель. Набрали больше, например, 140 ударов. Часы вам сигнализируют. Что-то ты делаешь не то. Успокойся, посиди, отдохни и так далее. Так вот, сравнивал я данные часы с профессиональным пульсоксиметром. И погрешность составляет плюс-минус 5%. Что является очень и очень хорошим результатом. Для полного контроля вашего состояния часы поддерживают функцию измерения кислорода в крови. Данный показатель пригодится в период длительной умственной работы или во время интенсивных тренировок. Только для этого. То есть некоторые люди думают, что они купят часы и будут измерять кислород в крови. И тем самым могут определить у себя ковид. Да, это очень странно. Ведь данные часы никогда вам не предоставят актуальную информацию. Вам нужно идти в больницу, сдавать какие-то анализы и так далее. Тогда вы получите действительно стоящий результат. Система оценки здоровья. Специально система PIE использует алгоритмы, анализирующие данные здоровья и активности. Такая оценка позволяет получить комплексную информацию о вашем состоянии и персональной активности. Честно, PIE действительно интересная функция, но к сожалению я ей не пользуюсь. Скажу сразу, она мне не зашла. То есть я не сижу там и не вычитываю ничего. Эта функция мне не нужна просто-напросто. Для меня очень нужная функция это конечно же отслеживание сна. А MOSFIT GTR 2 шагнули вперед. Теперь часы могут мониторить не только ночной сон, но и дневной. Продолжительностью более 20 минут. Анализируйте фазы вашего сна и улучшайте качество сна с помощью рекомендаций. Это очень круто. То есть как вы знаете многочисленные варианты, конкуренты измеряют ваш сон. Именно ночью. А тут пожалуйста днем. Часы определяют в течение 20 минут, что вы спите. Потому что люди некоторые да, спят. То есть дневной сон присутствует в их жизни. Эти часы предоставляют эту возможность. Точность? Отлично. Никаких проблем я тут не заметил. Также есть отслеживание стресса. Этой функцией я также не пользуюсь, как и ПАЙ. Умные часы способны распознавать уровень вашего стресса. Измеряйте данные показатели в любое время. Не забывайте отдыхать, отвлекаться от суеты. Эта функция показывает, когда вдруг вы работаете и у вас зашкаливает вот этот уровень стресса. И вам часы сигнализируют, что ой-ой-ой, что-то вы делаете не то. Также есть защита от влаги. Любые водные виды спорта, тогда GTR 2 станут вашим незаменимым компаньоном. Гаджет имеет водонепроницаемость 5 атмосфер. То есть душ, бассейн без каких-либо проблем. Я, если честно, их снимаю только для зарядки. Надел на руку и использую. Ну, сколько использую, чуть-чуть попозже расскажу я вам. То есть действительно защита есть. Также вы должны понимать, что вы можете разговаривать с данными часами через данные часы. Что является большим плюсом. Спортивные режимы. 12 режимов активности могут удовлетворить потребности большинства пользователей. Перед началом тренировки следует активировать необходимый режим. После чего часы предоставят вам отчет о вашей активности. Хочу сказать, что часы действительно показывают ваш маршрут. Действительно, они очень точно измеряют вот эти все полностью характеристики. Тут есть GPS. То есть отслеживание происходит очень и очень точно. Самое главное, быстро. Также из модулей хочу отметить Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 2.4. Ну и самое главное, это конечно же время работы. За длительное время работы смарт-устройство отвечает аккумулятор емкостью 471 мАч. Полный заряд обеспечивает 14 дней автономной работы. В режиме энергосбережения данный показатель увеличивается до 38 дней. Сразу скажу, 14 дней это тогда, когда вы вообще не используете данные часы. В моем использовании где-то плюс-минус 10 дней. Но это у меня всегда включенный мониторинг сердечного ритма и так далее. То есть это очень крутой показатель. Теперь любимая музыка на запястье, конечно же. Кроме воспроизведения музыки со смартфона, Amazfit GTR 2 способный хранить во встроенной памяти 300-600 треков. Объемом 3 гигабайта. То есть у нас внутри 3 гигабайта. Теперь для идеальной тренировки достаточно умных часов и беспроводных наушников. То есть взяли свои беспроводные наушники на пробежку и подключили к часам. Вам не нужно таскать дополнительно, например, смартфон. Очень все круто. Вот такие часы получились у Amazfit. На мой взгляд GTR 2 являются очень и очень хорошим решением в 2021 году. А покупать ли данные часы решайте только сами. С вами был канал Техно Ом. Кому понравилось видео ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!